Сколько же терафлопс в Nintendo Switch? То есть какая производительность графической части Nintendo Switch? Этот вопрос задается постоянно, многими, очень многие интересуются, и нередко можно встретить цифру, например, 1 терафлопс. Но, во-первых, возникает вопрос, 1 терафлопс это в док-режиме или в портативном? А во-вторых, это неверная цифра. Вообще, флопсы — это количество операций с числами с плавающей точкой в секунду, то есть с дробными числами. Ну а терафлопсы — это просто триллион флопсов. Итак, мы берем количество шейдеров, ну или ядер GPU, умножаем на частоту GPU и умножаем на количество одновременных операций. Ну, в обычном случае количество одновременных операций — это 2, то есть одновременно может выполняться операция сложения и умножения. Давайте проверим. Возьмем, например, все остальные консоли. Берем обычную PlayStation 4. У нее частота графического ядра составляет 800 МГц, количество шейдеров — 1152, ну и количество одновременных операций — 2. Умножаем 800 на 1152 и на 2, получаем 1 миллион 843. 200. Чего? Мега флопс, не флопс. Просто потому, что мы взяли мегагерцы, а не герцы. Соответственно, чтобы получить терафлопсы, нам нужно это просто разделить на миллион. Итак, мы получили 1,84 терафлопс. Все знают, что это производительность базовой PlayStation 4. Попробуем PlayStation 4 Pro. Берем частоту 911 МГц, умножаем на количество шейдеров 2304, умножаем на 2, делим на миллион и получаем 4,2 терафлопс. Все правильно. Давайте с Xbox. 853 МГц умножаем на 768 шейдеров, умножаем на 2 и делим на миллион. 1,31 терафлопса. Правильно. Xbox One S. Здесь у нас частоту подняли, количество шейдеров оставили тоже. 914 умножить на 768, умножить на 2, делим на миллион. Получаем 1,4. Правильно. Давайте еще Xbox One X. Здесь совершенно другой GPU. У нас 1172 МГц частота. 2560 шейдеров, умножаем на 2 и делим на миллион. 6. Ровно 6 терафлопс. Ну, я думаю, вы поняли, что это вообще говоря работает. Теперь переходим к Nintendo Switch. Nintendo Switch у нас построена на системе на чипе Tegra X1. И вот как раз ее теоретическая максимальная производительность составляет 1 терафлопс. Максимальная. При максимальной частоте ядра. Однако в Switch максимальная частота ядра понижена. Более того, по сути в Switch есть выбор из трех частот ядра. То есть разработчики могут выбирать из трех частот. Точнее даже так, в портативном режиме из двух частот и в док-режиме из трех. Эти частоты 307,2 МГц, 387 МГц и 768 МГц. При этом максимальная частота самой Tegra X1 составляет, если мне не изменяет память, 1024 МГц или 1000 МГц. Ну, в общем, гигагерц. Соответственно, мы можем с вами рассчитать производительность Switch в терафлопсах для каждого из трех случаев, для каждой из трех частот. Но здесь есть одна тонкость. Если мы умножим, например, 387 на 256 и на 2, мы получим очень низкое число. И даже если мы умножим 1000 на 256 и умножить на 2, мы все равно не получим 1 терафлопс. Я много гуглил на эту тему и нашел, что на самом деле вот в NVIDIA Tegra X1 применяется такая система, что даже две одинаковых операции могут выполняться одновременно. Ну, если они какие-то там то ли однотипные, то ли похожие, я не помню точно, как это описано. Но, в общем, суть в том, что здесь мы можем умножать уже не на 2, а на 4, так как 4 операции одновременно, одним ядром, одним шейдером могут выполняться в секунду. Все встает на свои места. Мы берем максимальную частоту, например, то есть Switch, в доке 768 МГц умножаем на 256, умножаем на 4 и делим на миллион. И получаем 0,79 терафлопс, ну или 0,8, ну или 800 гигафлопс, кому как проще. То есть максимальная производительность Nintendo Switch в док-режиме в 2,3 раза ниже, чем у базовой PlayStation 4. Соответственно, минимальная производительность Switch составляет 0,31 терафлопс почти в 6 раз ниже, чем у базовой PlayStation 4. Или в 4,2 раза ниже, чем у базового Xbox One. Или в 19,4 раза ниже, чем у Xbox One X. Но максимальная производительность Switch всего в 7,6 раза ниже, чем у Xbox One X. В общем, получается не так уж много, но я напомню, что здесь мы говорим только о производительности GPU. Однако у процессора тоже есть своя производительность. Это осталось за рамками нашего сегодняшнего видео, потому что на самом деле, если уж так сравнить с остальными консолями, то нужно высчитывать производительность каждого процессора. Но главная сложность в том, что интенсивность использования процессора и GPU в разных играх разная. Конечно, что там современные графонистые игры, они больше уповают на GPU. Но расчет там того же искусственного интеллекта, ну то есть там перемещение, например, NPC, их поведение, он больше ложится на процессор. Соответственно, как бы вот такая общая производительность от игры к игре, она может меняться. Ну и не забываем то, что есть криворукие разработчики, а есть пряморукие разработчики. И у криворуких разработчиков бывает даже с плохим графоном на высокопроизводительной системе все лагает. Например, Last Guardian. А у пряморуких разработчиков даже на какой-нибудь слабенькой системе очень красивая игрушка выдает честные 60 FPS. Например, Super Mario Odyssey или Faster MX. Кстати говоря, до того, как я стал готовиться к этому видео, я не знал вот этой информации, что на самом деле в планшетном режиме у Switch'а может быть разная производительность. То есть может быть 307,2 МГц частота, либо 387 МГц. Я думаю, что именно это больше всего влияет на то, как работают игры по времени, то есть на автономность. Соответственно, когда 387, вот там игры работают по 3-3,5 часа. А когда 307,2, ну там вот игры по 5-6 часов работают. Я когда-то в группе ВКонтакте постил вот эту диаграмму, где какие-то, в общем, энтузиасты померили в разных режимах практически все игры для Switch'а. Ну, основные игры для Switch'а. Как видим, меньше всего Switch'а работает даже не при запуске Зельды. Ну, а с вами был Денис Мейнджер, и мы рассчитывали производительность Nintendo Switch в различных режимах. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть стримовский канал, ссылка в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы делаете этот блог лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok